В Киеве этим утром после относительно спокойной ночи возобновился штурм здания правительства. Толпа митингующих заблокировала все входы. В окружении находится и Национальный банк Украины. Во дворе правительственного здания сейчас находятся 8 автобусов с сотрудниками спецподразделения «Беркут», но милиция пока не предпринимает активных действий. Сегодня киевской акцией протеста присоединилась и Львовская область. В регионе объявили всеобщую забастовку и мобилизацию. Ирина Наркуна это продолжит. По мнению лидеров украинской оппозиции, это будет непростой день. В 9 утра по московскому времени они провели переговоры с милицией. Представители правоохранительных органов заверили, что не будут штурмовать здания администрации. Вчера митингующие самовольно заняли кабинеты власти и провели там всю ночь. Демонстранты перекрыли двери и окна мебелью, мешками с солью, разбросали личные вещи сотрудников. Однако сейчас информация поступает противоречивая. Либо активисты Майдана добровольно покинут колонный зал, либо бойцы «Беркута» в ближайшее время все же прибегнут к силовому захвату. На Бессарабской площади неизвестные разрисовали памятник Ленину и попытались его снести. Сотрудникам спецназа пришлось разогнать вандалов. Но в целом ночь на Майдане независимости прошла относительно спокойно. Тысячи сторонников европейской интеграции переночевали здесь, на площади разбит палаточный городок. Готовясь к возможным столкновениям с милиционерами, активисты построили баррикады. В ход пошли грузовик, строительный вагончик, скамейки и даже конструкции для катка и новогодней ели. Также добровольцы автомобилями заблокировали крещатик с двух сторон и устроили посменное дежурство. Сегодня Киеву присоединится и Львовская область. В понедельник в регионе объявлена всеобщая забастовка. По словам оппозиционеров, также запланирован пикет кабинета министров Украины. Теперь основное политическое требование – отставка правительства, а не ассоциация с Европейским Союзом. По данным информагентств, сейчас больше всего людей собралось у баррикады, перекрывающие институтскую улицу, которая ведет к администрации президента. На этих выходных провокаторы уже пытались захватить здание, прорвали оцепление, используя бульдозер. Силовикам пришлось дать жесткий отпор. Украинские правоохранители уже установили. К неправомерным действиям причастны члены радикальной организации «Братство». В результате намеренно спровоцированных столкновений за последние сутки 165 пострадавших обратились за медицинской помощью. Более сотни человек пришлось госпитализировать. Еще накануне вечером официальные власти заявляли, что контролируют ситуацию в Киеве. Однако сегодня не исключают введение чрезвычайного положения. Елена Аркунити, Вячеслав Голубь, 5 канал.